Гидроксиапатит в стоматологии и в зубных пастах. Вред или польза? Меня зовут Игорь, я стоматолог-терапевт. Подпишись. Гидроксиапатит это природный минерал, который составляет основную часть зубной эмали и костей. В последние годы он стал довольно популярным ингредиентом в зубных пастах и других стоматологических продуктах. Однако существуют различные мнения относительно его влияния на здоровье полости рта. Гидроксиапатит был открыт в 1920 году и с тех пор широко исследуется в области стоматологии. Он является основным компонентом зубной эмали, которая придает ей прочность и устойчивость к кариесу. Благодаря своей структуре он также может частично быть использован для восстановления поврежденной эмали и лечения чувствительности зубов. Исследование показывало, что гидроксиапатит может иметь положительное влияние на здоровье полости рта. Например, исследование, проводимое в 2019 году, показало, что зубные пасты с гидроксиапатитом могут эффективно восстанавливать поврежденную эмаль и уменьшать чувствительность зубов. Другое исследование показало, что он способен улучшить качество реминерализации зубов и предотвратить развитие кариеса. Так вред или польза? Давайте разберемся. Реминерализация эмали. Гидроксиапатит может восстановить поврежденную эмаль и укрепить ее структуру. Это особенно полезно для людей с чувствительными зубами или поврежденной эмалью. Зубные пасты с гидроксиапатитом могут уменьшить чувствительность зубов, предотвращая неприятные ощущения при контакте с холодными или горячими продуктами. Гидроксиапатит может помочь предотвратить развитие кариеса путем улучшения процесса реминерализации и защиты эмали кислотного воздействия. Получается, что гидроксиапатит в стоматологии зубных пастах может приносить пользу полости рта, способен уменьшать чувствительность зубов и предотвращать развитие кариеса. Рекомендуется использовать зубные пасты с гидроксиапатитом в соответствии с рекомендациями вашего стоматолога.